Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о важных событиях, которые происходят. Ну и тема у нас сегодня педагогика, воспитание. Такой важный момент, потому что в гостях у нас заместитель директора Центра развития и образования городского округа Люберцы, член организационного комитета, секретарь жюри муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года» уже 2025. Много раз мы говорили об этом конкурсе, и вот мы приступаем к новому. Елена Михайловна Борисова у нас в студии. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Как время-то бежит быстро. Только вроде бы отгремели, там был 21-22, даже годы пандемии, там все сложно было. Вроде бы только 24-й, уже 25-й. Когда начинают готовиться к конкурсу вообще? Ну на самом деле начинают готовиться постепенно уже, глядя на идущий тур, да, могут подготавливаться следующие, кто поет в следующем году, да, планируют. А так подготовка такая довольно-таки плотная. Начинается уже с сентября, открываются курсы по подготовке, работают наставники, педагоги, освещают все сложные моменты, которые нужно как-то отработать конкурсанту. Но непосредственно вот уже формируется список заявок, и безусловно уже они идут на подготовку к конкурсу. А вот как это делается? У нас же были и победители, да, и в том числе тоже участники жюри, и, ну, разные, скажем так, представители конкурса. Вот это как? Спускается откуда-то сверху в вашей школе или вашему учебному заведению, необходимо предоставить, ну, так это, да? Либо все-таки речь идет о том, что сами эти учебные заведения хотят принять участие для поднятия не только престижа профессии педагога, но и как бы заявить о своей школе конкретно. Ну, безусловно, да, мы прекрасно понимаем, что профессия учителя, это очень важно на сегодняшний момент, и не только сегодня, она была важна всегда и актуальна. Сегодня мы поднимаем престиж данной профессии, и, безусловно, учителя знают, на какой ниве они трудятся, и хотят усилить и показать качество своей работы. Вот, и, безусловно, они показывают это в конкурсе и доказывают родительскому сообществу то, что их качество образования, которое они дают детям, безусловно, самое важное. То есть родители и дети должны быть довольны. Просто мы когда общались, а мы много раз общались с победителями, с финалистами и участниками, тут очень важный момент, что это, конечно, небольшой стресс для педагога, безусловно, и для воспитателя. Да, но если человек предлагает, вот тоже такой важный момент, мы иногда не то, что не знаем, не понимаем методику этой профессии, все-таки речь идет о детях, да, вот эта вечная проблема образования и воспитания. А здесь идут целые программы, что самое важное, насколько я понимаю, сами детки, да, увлекаются в этот процесс, они, ну, болельщики своего преподавателя, им, наверное, тоже это повышает статус какой-то. Конечно. И вот буквально сегодня с конкурса, да, уже идет сам процесс конкурсных испытаний, и, безусловно, смотришь и на детей, у учителей уже сегодня начались уроки, да, испытания, урок. Конечно, дети стараются всячески принять в этом участие, да, и отвечать на уроках активно. То есть самые послушные, получается, дети. Нет, дети на самом деле разные, никто специально отбор детей в класс, в котором будет проходить данный испытатель, испытание, да, не выбирает. Приходит статичный набор детей, 12 человек или 15 по запросу учителя, какая команда детская ему нужна, безусловно. Вот, и, собственно говоря, он показывает... То есть это не его студенты? Нет, это совершенно другая площадка, школа выбирается, у воспитателя выбирается дошкольное отделение, да, где проходит сам конкурс. В своем учреждении испытания не проходят. Получается, что их непосредственные ученики потом только уже, да, понимают, как это происходит. А если бы, конечно, они были рядом, я думаю, что там бы были такие крики, давай, давай, давай. Ну, рядом они, когда уже финал, триумф, там поддержка вообще, безусловно, колоссальная. Итак, насколько мне известно, и тут вот у нас есть справочка, что 19 ноября, да, стартовал муниципальный этап, конкурс, напомню, всероссийский. Он как, всероссийский, это означает, что по всей стране, правильно, проходит? Конечно, каждый регион принимает участие, да. То есть он имеет несколько этапов. Да. То есть сейчас у нас первый этап начинается, да? Совершенно верно, первый этап из нескольких моментов. Вот называется, напомню, «Педагог года 2025». Речь идёт о том, что за победу будут бороться, и уже, видимо, борются, да, 15 воспитателей, 21 учитель. Правильно цифры, да? Совершенно верно, да. Вот, которые были выбраны. И это как бы два направления, потому что воспитатель – это детский сад, да, ну, скажем так, по-простому. А, значит, учитель – это конкретная педагогия. Они не пересекаются, или это вот как идёт этот процесс? Нет, на самом деле это два разных конкурса. Всероссийский конкурс «Воспитатель года» и Всероссийский конкурс «Воспитатель года». Просто мы на нашем муниципальном уровне, муниципальный этап проводим под эгидой «Педагог года» в двух номинациях. Понятно. Вот. Сколько он будет идти здесь у нас в регионе? Здесь у нас он идёт ровно месяц. С 19-го числа у нас было открытие в ноябре, и 20-го декабря будет подведение итогов второго тура и финал в январе. Хорошо. А, и финал в январе, да? Вот. И победитель? И победитель у нас в апреле идёт на область. А дальше мы его уже видим на каком-нибудь центральном канале, где его показывают, что он стал победителем. Будем, безусловно, идти к победе. Ну, давайте немножко расскажем о наших этапах. Вот вы сказали, что борьба уже началась. Вот что такое первые этапы? Сколько вот эти этапы? Что они должны делать на этих этапах? Ну, если рассматривать конкурс «Воспитатель года», это, безусловно, первый тур идёт методическая мастерская, урок и классный час. А методическая мастерская, это входит, да, в методическую мастерскую? Да. А что такое? Это методика преподавания, да? Совершенно верно. Она как-то должна отличаться? Обязательно у всех разная должна быть? Ну, каждый конкурсант берёт ту свою изюминку, где он очень хорошо себя может проявить и показать свои все фишечки. И это оценивается, да? Конечно, да. А кто оценивает? Конкурс оценивают компетентные профессиональные жюри, которые ежегодно у нас формируются в зависимости от тех учителей-предметников, которые заявляются на конкурс. Итак, вот первый этап проведения урока. Это то, что мы сейчас с вами обсуждали. Это когда какие-то неподготовленные дети приходят, и ты должен на них провести. Вот, кстати, а дети-то вовлекаются в эту историю на выходе? Что вот когда эти 15 или 12 детей участвуют в уроке? Вы знаете, на самом деле у нас, наверное, с позапрошлого года пошло такое вот от площадок, где проводится сам конкурс, отзыв детский о проведении конкурса, о конкурсантах, да? И он довольно-таки имеет очень положительную и хорошую динамику. Они заинтересованы и говорят, а в следующем году к нам придут. Они уже ждут, да. Им нравится, потому что, да, тема совпадает с планированием, которое идут по программе, да, безусловно, но каждый педагог интегрирует её с своей темой выступлений. И, безусловно, здесь происходит такой педагогический большой бум, когда дети получают очень интересный материал. Ну, это же мы понимаем, что это разные 12 детей, это же не все они, 21 учителя, да? То есть несколько команд, и все 21 участник, в данном случае об учителях говорим, они все проходят через вот это горнило под названием урок. Урок, да. Идёт он по времени сколько? Идёт он по времени сокращённо, никак в рамках нормы 45 минут, он идёт 30 минут. Вот, и в разрез, если брать положение всероссийского, да, и областного уровня, у нас немного на муниципальном уровне по-другому. Мы отсматриваем качество работы самого педагога, начиная с урока, с методической мастерской и классного часа. То, что самое сложное в педагогике, да, построение этих этапов для выступления. На всероссийском областном этапе, представляете, да, приезжают с разных регионов и муниципалитетов, здесь 99 человек, да, по Российской Федерации, если мы будем рассматривать. То это очень сложно, отсмотреть 99 уроков. Безусловно, сначала там идут свои отборочные туры какие-то, и уже та пятнашка, возможно, или же пятёрка, которая останется сильнейшей, они будут показывать урок. Для них так проще. Хорошо. Сами-то конкурсанты. Вот может быть такое, что на каком-то этапе сказать, ой, я так, я не могу, всё, ну, как вот вы их готовите психологически и так далее? Это же всё-таки стресс. Безусловно, в каждом конкурсе есть психологическая поддержка. И на протяжении всего конкурса, и перед подготовкой к выступлению, да, у нас есть педагог, который в течение курсовой подготовки работает с конкурсантами. И вот когда у нас открытие, у нас проходит мастер-класс, у нас работает психолог, настраиваем педагогов. Даже психолог работают, да? Да, психолог. Всё будет хорошо. Обязательно выиграет кто-то один из вас 21-го, а все остальные проиграют, но всё будет хорошо. Нет. Они прекрасно понимают результат, потому что у нас есть такое правило, каждый конкурсант может присутствовать на испытании своего соперника, конкурента. Вот, и поэтому, безусловно, они видят, настраиваются, и каждый конкурсант уже в процессе конкурса у них организуется команда такая. Они начинают дружить, открыть друг для друга их опыт работы. У кого-то какая-то новинка, они меняются телефонами, созваниваются. Ну, наверное, это самое, может быть, и главное, потому что призы призами, любой человек понимает, даже который прям вот уверен, что он выиграет, а всё равно это даёт ту самую методику, да, возможность применять что-то новое в своей, даже вот на первом этапе, когда ты уже познакомился. И это, наверное, хорошо для всех, и для, скажем так, начальников, да, и для самих. Кстати, а участники, это в основном молодые ребята или разный возраст? Вы знаете, на самом деле, если смотреть по статистике, конкурс сегодня помолодел. Вот, но на сегодняшний день возрастная категория конкурсантов, это 24, самый молодой у нас, и самый опытный такой уже, который много лет работает в практике, 46 лет. Ну, по нынешним временам, когда у нас 30-35, ещё молодой человек, да, считается, поэтому все юноши ещё, да, и так далее. Мужчина, женщина, кого больше? Ну, конечно, преобладает женское сообщество, да, но на сегодняшний день в номинации «Воспитатель года» у нас нет мужской категории, да? Ух ты, то есть усатого няни нет. Усатого няни нет, да. Несмотря на то, что несколько лет назад на России победил мужчина-воспитатель номинации. Ну что ж, сделаем сейчас небольшую паузу, хочу напомнить всем нашим телезрителям, что речь идёт у нас о очень важном профессиональном, о конкурсе профессионального мастерства «Педагог года-2025», который начинается ещё задолго до наступления, то есть вы предвестники Нового года. Начинается вот уже в ноябре первый, как мы вот сейчас обсуждали, первый этап идёт, а в студии у нас заместитель директора Центра развития образования городского округа Люберца, член организационного комитета, секретарь жюри муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2025» Елена Михайловна Борисова. Сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернёмся в студию и поговорим о других этапах и что будет далее. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях заместитель директора Центра развития образования городского округа Люберца и член организационного комитета, секретарь жюри муниципального этапа. Она знает всё про конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2025» Елена Михайловна Борисова. Елена Михайловна, мы разобрались, кто у нас участвует в конкурсе. Давайте немножечко поговорим о первом этапе воспитателей. Что там у них происходит? У воспитателей в этом году изменился и на всероссийском конкурсе сам конкурс, изменилось положение. Мы в этом году внесли небольшие корректировки. У нас ушла визитка, визитная карточка. Остался в первом этапе. У нас опыт работы у «Моя педагогическая находка». То есть сразу надо найти что-то интересное. Да, чем зацепить. И педагогическое мероприятие с детьми. Это первая тур у воспитателей. И опять же, дети присутствуют при этом или есть варианты, где просто они рассказывают, а есть где с детьми работают? Безусловно, опыт работы, они делятся своим опытом работы. А педагогическое мероприятие с детьми, здесь работа с детьми показываем. Опять же, дети свои или... Нет, другая площадка. А, вот видите, вот все по-честному должно быть, потому что свои-то они, понятно, не бросить в видение когда. Да, наоборот. А, кстати, вообще, в принципе, потом, ну вот я понимаю, что этот конкурс, видите, меняется, изменяется и так далее. Бывали ли когда-то программы, вот когда, ну, не знаю, проходит какой-то класс, вот именно с детьми, когда все понимают, что все подготовлено, дети подготовлены. Это что же может быть частью конкурса? Потому что, чтобы показать, что вот ребенок, я не знаю, там читает Пушкина или Лермонтова, просто идеально. Ну, значит, учительница хорошо подготовила своих детей. Такие есть варианты, когда со своими учениками они работают? Нет. Конкурс – это всегда другая площадка. Это реальные испытания конкурсанта, чтобы он показал качество своей работы. Что он может любого... Как он может маневрировать? Сегодня у нас педагогика ждет готового учителя, который может сориентироваться в той или иной сложившейся ситуации и проявить себя, почувствовать детей и дать им тот материал и заинтересовать их, чтобы дети остались заинтересованными и пришли еще. Ну, а дети, когда приходит преподаватель, учитель, значит, с нашим наградой, как они ему устраивают овацию? Конечно, это самые благодарные зрители и группа поддержки. Круто, да? У тебя такой учитель, педагог года там или, по крайней мере, финалист. На самом деле, есть очень много знакомых. Даже я сама, когда училась в школе, в начальных классах, у меня учительница участвовала тоже в этом же конкурсе. Я вот только буквально недавно перед открытием конкурса вспоминала эту ситуацию, и она стала победителем на муниципальном этапе. Для нас это было, конечно, вау. А когда родительская общественность еще это видит, это, безусловно, это надолго запоминается. И когда мы уже впоследствии собираемся на выпускных, да, и вспоминаем, вот помните, у нас была наша классная руководительница, она участвовала в конкурсе. Это дорогого стоит, когда к ней приезжаешь в гости, с ней проводишь беседу, встречу теплую, она с приятной такой теплотой в душе встречает тебя. Мне кажется, ей приятно, потому что с тобой разговаривает уже не просто твоя ученица, выпускница, да, а член организационного комитета, секретарь жюри того-сего, где ты принимала участие в этом. Поэтому вот это вот взаимодействие очень, мне кажется, важно. Ну, давайте перейдем ко второму этапу, более подробно о нем поговорим, и для воспитателей, и для учителей. Вот что на втором этапе будет? На втором этапе у нас идет мастер-класс учителей и педагогический совет. Что такое мастер-класс? Мастер-класс, они показывают все свои таланты, находки, как они работают с детьми, но уже здесь они должны это организовать и показать на взрослых. На самых сложных? Да, как взрослый сориентируется и поймет, а поймут ли дети, как объясняет сейчас мне учитель, зададут ли они те вопросы, которые, возможно, возникнут в процессе обучения у детей. То есть вот такой обмен. А это как? Презентация должна быть? Или в любом варианте мастер-класс готовит каждый, как считает нужным? Тоже 30 минут? Нет, он у нас идет 25 минут. А, еще меньше. Да, еще меньше. И в эти 25 минут входит 10 минут вопрос-ответ члену жюри, ну и, возможно, самоанализ. Вот, поэтому... Это прям как микродиплом такой у вас, да? Ну, конечно, это... И на конкурс-то идут те педагоги, у которых на самом деле есть желание, горит глаз, есть то, чем можно поделиться своей работой. То есть есть какая-то своя система, можно так сказать, да? Да, да. Вот. И, безусловно, на мастер-класс приглашаются категории педагогов, которые будут делать что-то, тот продукт, который в процессе был заявлен, да? И помимо того, что делают у нас учителя, сидят, у нас еще идет целевая работа с аудиторией. То есть с жюри, вот, рассказывается сам процесс. Да, вот эти страшные, как мне кажется, для учителя 10 минут на вопросы-ответы, там же можно по-разному вопросы задавать, можно же и придавить каким-то жестким вопросом. Нет, здесь, безусловно, на это не ставится акцент. Здесь задаются вопросы, если что-то было недораскрыто, недопонимание какое-то у члена жюри произошло, здесь происходит момент уточнения просто на самом деле. Потому что хочется проследить ту красную ниточку, начиная с методической мастерской, когда он заявляет только свою тему, до конца, чтобы протянул конкурсант, до педагогического совета, чтобы целесообразность была его выступления. Педагогический совет, это и есть вот эта вот история, да? Да, да. Педсовет тоже такое слово, иногда из школы вспоминаешь, что-то такое страшное, на педсовете может принять какое-то решение. Вот этот второй этап, первый и второй, после него принимается решение, идем мы дальше, отсев где начинается, с первого этапа? Отсев начинается в конце первого тура, да. В зависимости от количества конкурсантов, ежегодно он может меняться, да? Да, но ориентировочно приблизительно во второй тур может выйти как десятка, так и пятнашка. Опять же, все зависит от того, сколько в этом году в конкурс пришло конкурсантов. А уже второй тур заканчивается, тут тоже идет у нас отсев, и у нас остается либо же пятерка, может остаться семерка на финал. В зависимости, опять, какие конкурсанты. Ну давайте про воспитатели, а потом уже про финал поговорим. Хорошо. Да, у воспитателей второй этап. У воспитателей второй этап идет мастер-класс. Тоже, да? Да, тоже мастер-класс. И в этом году мы заменили, у них был круглый стол, мы заменили блиц-турниром. Угу. Вот, потому что на сегодняшний день у нас всероссийский конкурс поменялся, на областном конкурсе тоже идет изменение в положении. Мы его приблизили тем, что все-таки у нас акцент ставится на работу с родителями. Вот, от них идет большой сейчас запрос, да, к педагогическому сообществу, поэтому мы немного изменили. Ну это нормально, когда конкурс живет, меняется, да. Вот, и их задача тоже провести мастер-класс, да, и вот участвовать в этом лестерстве. И тоже отсев примерно в таких же числах идет. Но теперь что же ждет в финале? Финал, вы сказали, в январе, да? В январе, да. То есть Новый год даетесь встретить спокойно. Даем встретить, подумать, сообразить, что же я хочу показать в финале. Так, и чем будет выглядеть финал? Финал у нас каждый раз проходит по-разному. Иногда у нас были и задачки различные по сюжету, да, возможно, какая ситуация случится, раскрыть ее нужно. Вот, либо же раскрыть себя в каких-то других качествах. То есть это каждый раз разная задача перед ними стоит. В этом году мы еще не придумали, как это будет. То есть такая еще, ну, может быть, и придумали, но такая хитрость как бы поставить перед фактом. Сделайте нам вот это. Как они готовятся? Вот такой тоже важный вопрос. А, ну, давайте еще про воспитателей, какой у них финал будет. То же самое. То же самое, да. Они идут в одной испытательной категории, вот когда уже в финал попадают. Уже, да, уже такие сливки, сливки, да. Давайте поговорим, как они готовятся. Потому что здесь очень важный момент. Речь-то идет, насколько я понимаю, о желании организационного комитета, чтобы к этому вся школа подключалась. Не только там на уровне директора дал указания, давай работай сама. А, наверное, там какая-то помощь, да. Опять же, на своих же учениках можно же потренироваться. Это же никто не запрещает. Безусловно. Здесь уже подготовка. Вот что бы вы выделили? Как идет эта подготовка? Что она дает учителю? И как другой педагогический коллектив конкретных школ помогает участвовать своим выбранным, скажем так, будущим звездам? Безусловно, конкурс – это работа команды. Один в поле не воин. И здесь нужно собрать ту команду, которая будет помогать. Кто-то тебе будет составлять, править твои конспекты, твое выступление. Редактировать, да. Редактировать, да. Кто-то будет тебе организовывать, если ты учительница, прическу, внешний вид твой. То есть полностью весь процесс выступления твоего команды будет тебе помогать. Потому что это важно. Принести те же самые атрибуты, которые у нас сегодня они приносят. Мы порой сидим зачарованные, смотрим на ту их изобретательность, и что они приносят. Это колоссальных трудов стоит на сегодняшний день. У нас вот воспитатель приносила все экспонаты, которые они сделали в экологическом направлении. Но это вообще, это просто... Музей. Музей, да. Это только для выставки. И, конечно, одному это сложно пройти. Здесь работает, начиная от директора до твоего помощника, который рядом с тобой, либо же второй сменщик в детском саду, либо же команда учителей, которая работает с тобой в этом направлении. Ну, и я так понимаю, что со стороны преподавательского состава и какие-то маленькие... Ну, человек же продолжает работать, его же никто не освобождает от его основной деятельности. Это как бы дополнительная нагрузка. Но все-таки, наверное, когда команда и работает, есть возможность подготовиться. Итак, мы подходим к финалу нашей программы, но не к финалу конкурса. Да, в январе он состоится. И давайте еще раз напомним. Победитель один и там, и там. Победитель один и там, и там, да. И дальше вот мы их отправляем. И тут уже начинаете готовить все вы. Начинает готовить муниципалитет, да, работать с... А, вот это самое такое сложное. Да, с воспитателем. Как это идет? Как эта работа идет? Мы собираем свою уже команду, собираем представителей из общества директоров, да, потому что у нас директора тоже есть. Те, кто прошел данный конкурс, имеют представление. Долженка Татьяна Борисовна, она является лауреатом областного конкурса. Вот. То есть приглашаем представителей уже с области своих ассоциаций, которые нам тоже могут чем-то помочь, подсказать, да, в каком-то направлении. И начинаем готовить наших конкурсантов. Ну и на что они получают? Давайте напомним. Победитель, если вдруг выигрывает главный конкурс. Каждый год по-разному. Это непредсказуемо. Не могу вам ответить на этот вопрос. Однозначно, каждый конкурсант получает самое важное, это статуэтку пеликана, которая является символом данного конкурса. На всю жизнь. На всю жизнь, да. У лауреатов, участников и финалистов он чуть-чуть поменьше, а у победителя он самый большой, безусловно. Ну, а то он и победитель. Да. И, конечно, это брошь. Участника конкурса «Педагог года». Мы ввели у себя такую же традицию, как и на всероссийском конкурсе, только на всероссийском конкурсе она золотая. У нас она серебряная. Вот. Разработана специалистами. И, как бы, конкурсанту это престиж. Он, когда выходит на какой-то конкурс или мероприятие, одевает себе эту брошку, и люди обращают на это внимание. Что не просто такой человек. Не просто человек пришел, да. Ну что ж, спасибо вам большое. Работаю у вас сейчас много. Мы желаем, чтобы победил сильнейший, как говорят, в таких случаях. Но спасибо, что такие конкурсы проводятся. Мне кажется, это для детей, для родителей очень важно, что не сидят, да, преподаватели, учителя и вот в своих, да, постоянных проблемах, а пытаются предлагать новые методики, о которых мы так много говорим, но не всегда успеваем за их реализацией. Член организационного комитета, секретарь жюри муниципального этапа конкурса «Профессионального мастерства педагог года-2025», заместитель директора Центра развития образования городского округа Люберцы Елена Михайловна Борисова рассказала нам о том, как, ну, уже начало положено, идет этот замечательный конкурс. Но нам остается дождаться именно победителей и пригласить их сюда в студию. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова